На расширенном заседании парламента депутаты городской думы заслушали отчет замглавы города, руководителя департамента финансов администрации Оксаны Даниловой об исполнении городского бюджета за первое полугодие. Кассовые расходы составили 42% к годовому плану. Доходы исполнены на 44%, что выше показателей аналогичного периода прошлого года. Поступление доходов в бюджет в целом и поступление собственных доходов характеризуется положительной динамикой. По сравнению с первым полугодием 2023 года произошел рост доходов на общую сумму 488 миллионов рублей или 2% за счет роста налоговых и неналоговых доходов. Удельный вес в общем объеме доходов составляет 51%. Решением думы внесены изменения в городской бюджет на текущий год и плановые периоды. Учли поступление из вышестоящих бюджетов. Большая доля финансирования досталась транспортной отрасли. Те слова, которые исходят от руководителя региона, те планы, которые выстраиваются, они сегодня подтверждаются именно финансовыми ресурсами. В первую очередь это приобретение подвижного состава для наземного электрического транспорта, то есть по трамваям, свыше 2 миллиардов рублей. То есть это серьезная инвестиция, которая в том числе будет пролонгирована и на 2025-2026 годы. Помимо транспортной сферы, изменения в бюджете коснулись увеличения финансирования и таких статей бюджета, как благоустройство общественных территорий, осуществление дорожной деятельности, переселение граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт образовательных учреждений, осуществление образовательной деятельности. Изменения все направлены на улучшение качества жизни граждан, на улучшение комфортности и облика нашего города. И мероприятия, которые будут проводиться до конца календарного финансового года, они тоже сегодня нашли свое отражение. Особое внимание парламентарии уделяют реализации нацпроектов на территории Самары. К поддержке социально незащищенных слоев населения, инвалидов, участников СВО и их семей. Это тоже нашло свое отражение в новой редакции бюджета. Галина Топилина, Игорь Казановский, События.